Еще раз приношу свои извинения за связь. Итак, доклад у меня называется «Тема моего исследования. Это эмпиризм. Физические объекты. Абстрактные сущности». Я обошелся, может быть, не совсем правильно, без формальной стороны, сосредоточился на содержательном аспекте этой проблемы. Ну и, собственно, доклад исследования посвящены проблеме того, как понимаются физические объекты, понимались, понимаются и абстрактные сущности, и, собственно говоря, как это все соотносится с тем, что мы называем или подразумеваем под эмпиризмом. Поэтому я начал здесь с привлечения цитаты из Рорти, из «Философии зеркала природы». Дискуссии в «Философии ума» начинаются обычно с предложения о том, что всем известно, как разделить мир на ментальное и физическое, что это различие интуитивное и соответствует здравому смыслу, несмотря на то, что само различие двух сортов вещества материального и невещественного является философским и озадачивающим. Ну и как бы сейчас попробуем в течение оставшихся 20 минут посмотреть, насколько это озадачивает, почему это озадачивает и, собственно говоря, какие шаги можно из этого предпринять для того, чтобы попытаться выйти из этого озадачивающего положения, если вообще можно что-либо предпринять. Тут тоже вопрос. Итак, у представителей аналитической философии не вызывается мнение, что язык, будучи одной из базовых социальных практик, не является единственным необходимым элементом в процессе мышления, в процессе конституирования реальности индивидуальным сознанием. Тем не менее, это не означает, что данный элемент когнитивной схемы является малозначимым. Напротив, язык продолжает оставаться тем дуальным элементом, который одновременно является и предметом анализа, и инструментом анализа, что, безусловно, никак не помогает упростить процесс исследования эпистемических объектов. К тому же, эти эпистемические объекты, как данные, невозможно обнаружить как нечто наблюдаемое, о чем говорит Селларс в работе «Империзм и философия сознания». Поэтому, когда Куайн утверждает, что в основании любой теории лежит наблюдение, он прав лишь частично, потому что о наблюдениях субъект узнает сам и сообщает другим, используя язык. Партикулярии получают существование и свойства только тогда, когда субъект может себе это позволить. То есть, только тогда, когда они могут быть доступными для его понимания. И в связи с этим возникают две проблемы. Проблема, насколько партикулярии могут быть абстрактными сущностями, и проблема, связанная с правомерностью кантовского подхода к интуиции, опирающейся на понятие, насколько это возможно. Обе проблемы актуальны в связи с вопросом, как становится возможным, обозначаемы до и после появления понятия, и насколько понятие соответствует универсали, может ли оно быть рассмотрено в качестве абстрактного объекта или абстрактной сущности. Тривиальность эпистемологического подхода, в соответствии с которым познающий субъект или субъект познания утверждает выводимость одного знания из невыводимости другого знания, никак не может повлиять на надежность самого этого подхода. Поскольку мы, так же, как, собственно говоря, и много лет назад Декарт, ничего не можем сделать с естественными ограничениями в виде чего-то наподобие сомнения. И навряд ли, кстати, когда-либо сможем сделать, но это отступление. Необходимая пропозициональная установка субъекта является необходимым элементом для обеспечивания знания метауровня, и это позволяет успешно развивать эпистемические схемы. Но все это работает до того момента, когда невыводимый уровень знания становится недостаточным для ответов на возникшие вопросы в трансформированных эпистемических схемах. То есть, когда субъект познания сталкивается с рассогласованием оснований и возможных выводов, он конституирует новые схемы и создает новые теории, лишая предыдущего смысла и привлекательности. В таком подходе нет ничего нового, но такого рода проблема, проблема необоснованности знания, позволяет по-новому посмотреть на вопрос о семантике в контексте корреляции теоретических сущностей и нетеоретического существования, которое показывает невозможность объектов, например, молекул электромагнитного поля, быть исключительно теоретическими, так как это физические объекты, теоретичность которых обусловлена теми эпистемическими схемами, где они являются необходимыми понятиями. Тем не менее, нетеоретическое существование объекта, который в физике принято обозначать понятием молекулы, ничего нам не сообщает о возможной или невозможной абстрактности самого этого понятия. Конкретная молекула водорода может быть с помощью оптики обозначена сненсивно, то есть указана, а вот молекула водорода как таковая, она вряд ли может получить астансивное определение. И это подводит нас к вопросу о корреляции семантики и эмпирических понятий. Основываясь на истинности семантического утверждения «красное», говорит Северс, «красное» означает «качество красное», вообще ничего нельзя сказать о той сложной роли, которую играет слово «красное» или о том, как это слово связано с красными вещами. В принципе. Если мы допустим, что фундаментальные эмпирические понятия, о которых говорит Северс, правомерно рассматривать как синоним к понятиям наблюдения у Куайна, то мы столкнемся с той же проблемой. Означивание никак не проясняет связи со значиваемым. Семантика ничего не сообщает субъекту об основании значения, как не сообщает ничего она, собственно, относительно метауровня знания. И с этой точки зрения семантика теоретических описаний, теорий, вполне допускает теоретическое существование абстрактных сущностей. Но это никак не приближает нас, к сожалению, к пониманию их абстрактной природы. То есть сущности как бы мы используем и можем об этом делать даже какие-то рассуждения, но это ничего, к сожалению, не говорит об их, не приближает нас к пониманию их природы. По нашему мнению, одной из возможных причин выше сформулированной проблемы абстрактных сущностей, их отношений с эмпирическими понятиями, может быть то, что Селлорс обозначил как проблему объединения некогерентных систем, системы понятия эмпирического знания и анализ самого знания. Истолковав в качестве данных те партикулярии, их совокупности, которые он, субъект познания, научился наблюдать, он посчитал их изначальными объектами знания, которые каким-то образом присутствовали в этой концептуальной рамке с самого начала. Именно поэтому он говорит о данном в акте схватывания. Ну о чем это свидетельствует? Как минимум это свидетельствует только о том, что субъект познания согласен с тем, что есть язык, партикулярии и знания, которые как-то соотносятся друг с другом. Но вот каким образом они это делают, язык, знания, партикулярии, совершенно непонятно. В результате обоснование порядка появления исследования данных элементов, вот партикулярии, язык, знания, не представляется возможным, кроме как через согласование. Согласование здесь имеется в виду, ну, в смысле конвенции, конвенционального подхода, который был предложен в поздней философии Витгенштейном. Ну и, в общем-то, интерсубъективность, да, в этом контексте я попытался перейти и использовать такой инструмент, как интерсубъективность дискурса, с целью того, чтобы посмотреть, каким же образом в конечном итоге происходит понимание не только одного познающего субъекта, что это красное, но одновременно это происходит понимание такое и у других познающих субъектов. И как это работает? Интерсубъективность дискурса, о которой так много говорили, имеет отношение к идее согласования значения знания, однако вопрос в том, как вот эта самая интерсубъективность, будучи категорией межсубъектной, становится внутренним свойством дискурса для субъекта познания. Другими словами, как социальная практика, которой, безусловно, является язык, миф, наука, право и прочее, становится необходимым внутренним элементом для отдельно взятого субъекта познания, наличие которого обеспечивает возможность членства в этой социальной практике, даже тогда, когда конкретный дискурс актуален только для одного субъекта. Здесь имеется в виду, я поясню сразу, почему даже если речь идет об отдельно взятом субъекте, будет важна эта интерсубъективность дискурса. Дело в том, что когда Робинзон тот самый остается на острове, то он остается Робинзоном на необитаемом острове, он остается Робинзоном только по причине того, сохраняет определенное тождество самому себе, только по причине того, что он продолжает оставаться участником вот того самого дискурса, к которому он имел отношение еще до того, как попал на этот необитаемый остров. То есть он продолжает мыслить теми же, применять, использовать те же базовые схемы и строить отношение свое с миром на основании этих схем. Поэтому вот здесь такая вот вещь имелась в виду. Итак, интерсубъективность дискурса, как минимум, это свойство, обусловливающее понимание субъектом познания как самого себя, так и других, что, безусловно, невозможно без согласования. Ну вот откуда у нас взялась идея того, что нечто выглядит для нас красным? Короче говоря, мы столкнемся с общей проблемой, сталкиваемся пониманием того, как возможны внутренние эпизоды, то есть эпизоды, которые тем или иным образом совмещают приватность с интерсубъективностью, в том смысле, что каждый из нас может, в принципе, знать о внутренней жизни другого. Конец цитаты из работы Сеурса. С чего начинается осознание мира субъектам абсолютно непреодолимая трудность для контекстов, пытающихся определиться с иерархичностью необходимых в этом процессе элементов. Парадоксальность в том, что как раз интерсубъективность делает возможны внутренние эпизоды, и знание, так же как и значение, не может иметь никаких обоснований в принципе, так как и первое, и второе возможны в согласованном контексте, как в социальной практике, интерсубъективность которой является критерием применимости. То есть мы используем, применяем, достигаем, почему не отказываемся, те или иные базовые схемы, в том числе не только базовые, но и научные, потому что они приводят нас к определенным, необходимым для нас результатам. Если бы использование этих схем не приводило нас к получению необходимых результатов, естественно, мы бы от них отказались. Но то, что мы получаем эти результаты, никак не могут объяснить основания, этих схем. И, собственно говоря, вот об этом здесь речь. Рассматривая историю вопроса становления новой эпистемологии в контексте внутренних репрезентаций, Рорти приходит к одному из очень важных выводов. Скептицизм в ванере декартовского первого размышления был совершенно определенным, точным, профессиональным вопросом, откуда мы знаем, что нечто ментальное репрезентирует нечто нементальное. И продолжая исторический экскурс, объединяя поиск достоверности в концепциях Куайна и Селерса, Рорти делает вывод, откуда наши партнеры знают, ну, вывод вопрос, каким из наших слов стоит доверять, а какие из них требуют дальнейшего подтверждения. О чем нам это говорит? Если не о том, почему знания и его обоснования – это совершенно различные системы, анализ которых не может обеспечить поддержки друг другу, так же, как и анализ ментального и нементального никогда не приведет к желаемому результату, не обоснует наличие или отсутствие каждого из них. Ну и если обоснованием является то, с чем мы уже согласились, то исследовательский стандарт – это мерила социальных практик, которых и благодаря которым они существуют. Селерс, например, уверен, что знания – не утверждение обоснования, а это возможность функционирования субъектов в конкретном социуме, так как социум функционирует и существует посредством конкретных социальных практик, либо принимающих, либо не принимающих те или иные знания. Ну и посему, если субъект будет использовать неактуальное знание, он не сможет стать участником конкретных социальных практик. Для успешного функционирования необходимы знания, а не их об основании. И это еще раз говорит о том, что это разные вещи. Это уровень, мета-уровень, это о том, о чем вчера, собственно говоря, речь шла на одной из секций по поводу граунд-основания у Бальсана. Другими словами, субъект не нуждается в ответе на вопрос, почему это красное, он нуждается в том, чтобы знать, что нечто красное. И именно это обеспечит ему возможность социального функционирования. Таким образом, речь идет о том, что социальное функционирование субъекта обеспечивается субъектопознание конструированием индивидуального когнитивного пистемического пространства, возможность которого определяется как раз пересечением мира сенс-дейт и мира физических объектов. Мир, в котором мы живем, есть мир сенс-дейта, но мир, о котором мы говорим, есть мир физических объектов. Не существует факта, что это физический объект, помимо качеств и суждений о чувствах данных о нем. Это вот из Витгенштейна. Возвращаясь к проблеме соотношения абстрактного физического, элементального, нементального в контексте мифа о данном или непосредственно данном, совершенно очевидно, что данность не может обойтись без понятий на категориальной структуры, которая становится доступна субъекту в языке и через язык. Функционализм, как один из необходимых элементов актуализации физического и абстрактного сознания субъекта, способен на многое, но все, что касается ответа на вопросы «почему и как?», остается в недоступной для него зоне для функционализма. Так или иначе, исторический платонизм и антиплатонизм имеют много возможностей для дальнейшего плодотворного развития. Почему я здесь говорю о платонизме и антиплатонизме? Потому что эти позиции во многом имеют отношение к проблеме ментального, физического, их распространения и так далее, реальности и антиреальности. Но, однако, по нашему мнению, одним из наиболее продуктивных подходов в вопросе о вастрагной случности представляется подход Балагера, в соответствии с которым неубедительность противоположных аргументов относительно этих объектов свидетельствует скорее о неправомерности вопроса об этих сущностях. Ну, если попытаться проследовать в направлении, указанном Витгенштейном, то следует признать в этом контексте, что ответы зависят от вопроса, и если вопросы будут иметь другую грамматику, то и ответы будут ей, этой, другой грамматике соответствовать. Ну, вот, вот, как бы, основная мысль представлена, изложена, и большое спасибо за внимание, готов ответить на вопросы, которые возникли у слушателей. Марк Владимирович, большое спасибо за доклад. Коллеги, есть ли у кого-то вопросы, замечания, комментарии? Нет. Ольга Александровна, можно вопрос? Да, конечно, Надежда Васильевна. У меня вот какой вопрос. Когда речь идет о том, что вот эти вот абстрактные сущности, абстрактные объекты имеют эмпирическое основание, да, то социальная практика, например, в науке, она это признает и знание развивается. Ну, вот, если обратиться к такому примеру, как известно, Эрст Мах, Вильгельм Оствальдс считали атом, понятие атом, такой абстрактной конструкцией наподобие, например, абсолютного пространства, абсолютного времени у Ньютона, да, и вот возникает вопрос, хотя в это время уже выстраивались модели, да, визуальные модели атома и прочее. Так вот, возникает такого рода вопрос, в какой степени, вот то, о чем вы говорите, интерсубъективность, социальная практика, в данном случае в науке, и в данном случае связанная, ну, с персонами весьма значимыми, да, согласитесь? Ну да, конечно. Вот, в какой степени вот это вот движение, продвижение знания, как бы, зависит вот от интерсубъективности, ну, вот понятый в данном случае, связанный вот с этим блоком империокритицизма, вот этой вот, как бы, конкретной, если я смогла объяснить свой вопрос. Ну, значит, я отвечу сейчас, Надежда, спасибо большое за вопрос, как я понял, если чего-то недопонял, вы уточните. Ну, во-первых, смотрите, интерсубъективная, значит, так, интерсубъективность дискурса, или, как говорят чаще всего, дискурса, значит, она связана с тем понятием, которое разрабатывал Апель, коммуникативное сообщество, это во-первых, да, то есть, как бы, все равно познающий субъект, это субъект, который сам по себе не может состояться, скажем так. Это первое. Второе. Почему он не может состояться? Потому что он постоянно находится в поле, во многих эпистемологических полях, в которых присутствуют различные понятия, в том числе, некоторые понятия действительно являются, ну, наподобие универсальных понятий, некоторые, универсали, я имею в виду, то есть, есть некие универсали. Вот о чем вы начали говорить, я так понял, что это касалось именно этого, да, пока не появилось то, что, собственно говоря, современная физика понимает под атомом. И пока не появилось эмпирическое понятие, то есть, пока не появилось эмпирическое понятие, которое, при том, при всем, продолжает свой дрейф, мутацию, трансформацию, ну и здесь я вспомню Вайсмана в этом контексте и его, ну вот, его представление, его, короче говоря, термин, недоопределенность эмпирического, постоянная, вечная недоопределенность эмпирического понятия, потому что, собственно говоря, оно не может быть полным, эмпирическое понятие, но, тем не менее, оно все время находится в процессе и в процессе развития, в процессе изменения, поэтому и, ну, таким образом, наверное, скорее всего, я думаю, если бы не было этого абстрактного понятия, о котором говорил, о котором говорили вот в эпоху Маха, то, собственно говоря, наверное, не появилось бы эмпирическое понятие, о котором уже говорили вот в последующую эпоху, вот таким вот образом, но это не означает, при том, при всем, что, да, возвращаясь к тому, о чем я говорил, это не означает, что мы, получив понятие, эмпирическое понятие атом, можем надеяться на то, что нам известно об этом все, и, собственно говоря, ну вот, и да, и мы не можем понять, таким образом, мы используем, применяем, достигаем результатов, но мы не понимаем, собственно говоря, какие основания у этого понятия, вот, что еще важно, да, то есть, основания знаний, они, как бы, выходят за уровень функционирования, являются мета-уровнями, выходят за уровень функционирования нашего знания, ну вот, как бы так, если что-то недоответил, пожалуйста, уточните. Спасибо, ответ любопытный, интересный, скажем, можно ли сделать такой вывод, что мы вот практически на каждом данном этапе в меру согласованности в рамках данной, ну, научной парадигмы или данного научного сообщества, да, можем руководствоваться принципиально неверными абстрактными сущностями, да, и тем не менее, ну вот, типа флагистона, да, и массу такого рода можно, то же самое абсолютное пространство, и тем не менее, как бы, знание в рамках этой области науки, оно независимо от того, верные или неверные конструкции, в силу того, что есть какая-то крупица эмпирического материала, эмпирических данных, которые спровоцировали появление этого концепта, то есть мы будем продвигаться, то есть можем мы себя так успокоить, что продвижение будет независимо от того, как бы, правильными или абсолютно неадекватными, которые со временем будут абсолютно как бы отвергнуты, вот можно ли такой вывод сделать, да? да, можно, можно, но, конечно, трансформация происходит, развитие происходит, но вот, да, 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 можно, согласен. спасибо, спасибо за вопрос, собственно, вот в части антологии формальных объектов, то есть вот у меня есть представление о том, что, собственно, все объекты, они формальны, в силу того, что они находятся в сознании субъекта, и поэтому вот это вот как бы какое-то другое деление на, ну, не знаю, насколько оно обоснованное, оно напоминает мне некий такой переход за границу, да, попытка существования неких объектов за рамками сознания субъекта, и кроме того, что я уверен в том, что они, в силу того, что они находятся в сознании субъекта, они формальны, ну, то есть они формализованы, и, соответственно, в рамках... Да, иначе их бы там не было, да, в этом... Ну, да, вот такое вот ваше мнение, потому что я вначале увидел некое разделение, хотя, по моему мнению, они вот, ну, как бы априори, они формальны, и, собственно, это, наверное, является основой для построения каких-то там, я не знаю, моделей более-менее эффективных, в том числе, там, философии. Ну, вот ваше мнение. То есть, вопрос, смотрите, Андрей, в том, что насколько формальные объекты могут... Нет, значит так, поскольку объекты представляются как исключительно формальные, поскольку они являются внутренним, так сказать, ну, активом познающего субъекта, то есть, насколько они вообще могут быть физическими, могут подразделяться на физически абстрактное, да? Собственно, да, для меня деления нет, потому что, ну, как бы, для меня, как бы аксиома в том, что они все объекты формальные, в том плане, что они просто находятся в сознании. Я здесь, опять же, пытаюсь о чем сказать, о применении результатов вот этой вот электронной революции, я так пытаюсь говорить об этом, может быть, чтобы это было как-то так более-менее понятно, потому что, ну, собственно, компьютер и мозг человека, ну, где-то, наверное, они аналогичны, да? То есть, когда мы говорим, ну, искусственный интеллект то же самое, то есть, поскольку они формализованные, находятся, ну, если проводить сознание, там, я не знаю, ну, там, говорить о сознании компьютера, да, я не решаюсь, там, как бы, вычислительные машины, но, как некая плохая, но, все-таки более-менее аналогия, да, вот они там все формальны, ну, в смысле, они причем формализованы и формализованы достаточно жестко, там, в рамках определенных алгоритмов, и они там формальны, и поскольку сознание имеет возможность с ними работать, значит, существуют некие формальные алгоритмы, то есть, природа их абсолютно формальна, то есть, ничего другого нет, по той причине, что просто этого, ну, в смысле, онтологически они не существуют. Но, я понимаю, что так, я понял, и в каком-то, ну, определенно, я с вами соглашусь с том, что действительно, кроме внутреннего опыта сознания, по большому счету, мало что существует, но, я прав, да, сейчас в том, что я сказал? Ну, это совпадает с моим... Да, ну, вот, я правильно, вас понял, да? Я в этом, да, я согласен с этим, но, дело в том, что, вот, почему я здесь, сейчас, вот, представил это исследование, и говорил о разделении, значит, физических объектов и абстрактных сущностей, потому что, значит, существует эта проблема, ну, вот, разделение на, ну, со времен еще, раннего Виттгенштейна, на, и не только, значит, на эти сущности, которые воспринимаются физически, физический мир, да, и то, что мы воспринимаем, это разные вещи, ну, это, это во-первых, а во-вторых, есть еще проблема, вот, то, что вы говорите, формализации, категоризации, вот, проблема, опять-таки, проблема основания, проблема основания того, каким же образом происходит вот эта вот формализация, то есть, каким же образом создается семантика внутри самого познающего субъекта, да, вот каким образом, мало того, что я знаю, что это красное, и вы знаете, что это красное, да, каким образом, ну, это я уже повторяю, сэверса, мы знаем, что это красное, каким образом, ну, ладно, мы стали членом и приняли правила, да, ну, каким образом, так сказать, тот, который нам сообщил субъект, узнал, что это красное, и, собственно говоря, почему, почему здесь именно эта категория, ну, да, там же разные есть структуры, элементы у структур модельных, да, мы же объект не определяем по какому-то одному элементу, или, там, ну, у разных объектов разные элементы, почему формализация происходит таким образом, то есть здесь проблема семантики и проблема прагматики, и, в принципе, как бы я это еще и подводил к вопросу и к проблеме, которой, собственно, я занимаюсь последние вот несколько лет, отсутствующая семантика, вот, почему она может быть отсутствующей при этом семантикой, ну, вот, как-то так, я понял, у вас, я, я, я согласен с тем, что позиция, что все является, все имеет отношение к сознанию, и кроме внутреннего опыта, ну, по большому счету, больше ничего нет, да, я согласен с этим, но, тем не менее, вот, как бы, с точки зрения проблемы соотношения обозначаемого и обозначаемого и обозначенного, да, все равно здесь вот могут быть разные подходы, и я попытался их проанализировать и сделать какие-то выводы, ну, не знаю, насколько убедительные, ну, вот, прояснил я что-то, Андрей, в этом случае? Безусловно, Марк, спасибо огромное, понимание абсолютно присутствует, и спасибо. Спасибо вам, позиция вам. Спасибо. Марк Васильевич, спасибо большое, доклад, спасибо большое, коллеги, за обсуждение. Спасибо, спасибо за внимание.